Десять самых кровожадные фанаты звёзд. Кто из знаменитостей пострадал от рук поклонников и за что? Получил удар в область челюсти с большой кровопотери, попал в больницу. У Литаса тоже случилась неприятность на концерте. К нему тоже на сцену во время исполнения песни вылез мужчина, только стал его не обнимать, как Бузову, а душить. Или поклонник просто хотел нащупать на шее певца жабры? С одной стороны, его представляют как очень серьёзным нападением, а с другой стороны, это похоже на то, что какой-то пьяный мужик просто пошёл по сцене и не знал, за что уцепиться, чтобы не упасть. И в итоге он уцепился за Витаса. Мужчина действительно оказался пьян. Позже в полицейском участке хулигана оштрафовали на 600 рублей и отпустили. После этого инцидента Витас не остановил концерт. Хоть и слегка напуганный и помятый, певец продолжил радовать зрителей своим голосом. Вы знаете, когда-то мне сказали, что мой голос лечит от потенции. И я на самом деле счастлив и рад, что я могу не только своим творчеством и своими песнями радовать людей, но и помогать им избавиться от каких-то физических проблем. Но тогда мужика, который вылез на сцену, можно понять, если Витас своим голосом как раз вылечил его от потенции. Впрочем, это всё цветочки по сравнению с нападением на певца в Хабаровске много лет назад. Витас тогда шёл после концерта сквозь ряд поклонников. Вдруг одна женщина резко метнулась к нему. Я думаю, это традиционная ситуация. Автограф, в то время ему шарфики дарили, помните, нам надо было скрывать жабры. Значит, дарили шарфы, обнимали, целовали и, значит, шарфик вот этот. Оказалось, не шарфик, оказалось, что медицинский скальпель. Неизвестно, что могло бы произойти дальше, но Витаса спас охранник. Он буквально своим телом загородил певца от скальпеля. Получил удар в область челюсти с большой кровопотери. Попал в больницу, лежал две недели в Хабаровске. Значит, ему там зашивали, перешивали. Кровожадную фанатку задержала полиция. После выяснилось, что та была психически ненормальна. Женщина вбила себе в голову, что она мать Витаса. Считала, что она, что он её забыл, что он её бросил, там в роддоме подменили. Это уже по исследованию, по психиатрическому заключению. Это не голословная история, то есть это прям вот конкретные были сделаны выводы. История была страшной. С тех пор Витас старается с поклонниками тесно не общаться.